Наши новости в прямом эфире ОНТ в студии Екатерина Тишкевич. Здравствуйте. Будет очень интересно. На этот раз аудитории турецкой телерадиокомпании TRT. Сегодня Александр Лукашенко дал интервью журналисту и телеведущей одного из телеканалов этой сети НИСЕ ФНДАГЛУ, которая к тому же входит в пул личной прессы президента Турции. TRT – крупное средство массовой информации. Можно быть уверенными, сегодняшние заявления белорусского президента широко разойдутся в медиаполе Турции и не только. Телерадиокомпания вещает на страны Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии, Австралию. В структуру входит 14 телевизионных каналов, в том числе 6 национальных и 3 международных, 16 радиоканалов национального и регионального охвата и 2 зарубежных. На интернет-сайте телерадиокомпании публикуют новости на более чем 40 языках. Подробности интервью президента турецкой прессы в следующем выпуске наших новостей. Какое еще можно оказать помощь медикам в период пандемии? Об этом говорят сегодня в Минске. Также на пленуме Белорусского профсоюза работников здравоохранения обсуждают поддержку и восстановление сотрудников после ковида и подводят итоги проделанной работы. Мы, конечно же, в первую очередь выделяли материальную помощь нашим членам профсоюза, которые заболели, оказывая медицинскую помощь в эпидемию. На эти цели было направлено более 283 тысячи рублей. Подходы по направлению медработников национально-акторно-курортное подразумевали, и в первую очередь, конечно, переболевших ковидом в тяжелой форме. Вместе с тем наши медработники имеют ряд заболеваний, в том числе и хронических, которые нуждаются в сокаторно-курортном лечении. Поэтому нет жестких рамок по направлению на сокаторно-курортное лечение. И это только помощь отраслевого профсоюза. Более масштабная поддержка системы и ее работников в пандемию исходит от государства. На пленуме также отметили, что обсуждается создание кабинетов психологической разгрузки, чтобы избежать риска профессионального выгорания, особенно в этот непростой период, и сохранить здоровье работников. На фоне ужесточения антиковидных мер Западная Европа продолжает бурлить. Масштабные митинги в Австрии, Бельгии и Германии. В Вене на еженедельный протест вышли около 40 тысяч человек. Они выступили в том числе против обязательной вакцинации, которую должны ввести с февраля. Митинг был мирным. Затем протестующие стали бросать петарды в силовиков. Те в ответ применили слезоточивый газ. В Брюсселе тоже митингующие подрались с силовиками. Как и в Австрии, их усмиряли газом и водометами. Около 20 человек задержаны. В Германии митинги прокатились по разным городам. Самые массовые в Мюнхене и Гамбурге. Во Франкфурте на Майне полицейские разогнали участников акции практически сразу. Из-за того, что они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Бизнес на беженцах. Польская полиция опубликовала данные о тех, кто занимается переброской иностранцев в Америку. Оказалось, что это преимущественно граждане Украины. За год за содействие пересечению польской границы задержаны 85 украинцев. Они действовали в различных воеводствах Польши, придумывали способы пересечения, осуществляли перевозку людей по польской территории, естественно, за деньги. Против каждого третьего из задержанных украинцев возбуждены уголовные дела. Они арестованы. Им грозит до 8 месяцев тюрьмы. К другим применили более мягкое наказание. Принудительная депортация и пятилетний запрет на въезд в Евросоюз. В кризисный центр беженцев на границе с Польшей прибыла очередная партия гуманитарной помощи. Ценные, особенно для самых маленьких, груз собрали сенаторы. Приближаются новогодние праздники. И дети, несмотря на сложность ситуации, должны быть со сладостями и подарками. И еще одна хорошая новость. Совсем скоро появится на свет первый за время гуманитарного кризиса на границе с Польшей белорусский курт. Роды убеженки принимают в Гродненском перинатальном центре. По прогнозам врачей, к вечеру малыш должен родиться. Его отец невероятно счастлив. Рассказал нашему корреспонденту, что будет мальчик. В кризисном центре еще есть беременные, которые могут родить в Беларуси, если ЕС затянется открытием коридора. А пока белорусы всеми силами помогают беженцам справиться с испытаниями, одно из которых мороз. Люди пытаются адаптироваться к белорусской зиме. В центре созданы все необходимые условия, постоянно поддерживают тепло. Но беженцы устали. Они видят бездействие и равнодушие европейских чиновников. И это отбирает последнюю надежду. А в Евросоюзе не торопятся с решением гуманитарного кризиса. Воспитывать патриотов на примере тех, кто отдал жизнь за Отечество. Белорусская православная церковь и вооруженные силы обсуждают сотрудничество. О новых формах взаимодействия говорили на встрече духовенства с представителями армии, пограничного комитета, милиции и МЧС. Православные храмы, открытые при некоторых воинских соединениях или в непосредственной близости, настоятели до принятия сана военнослужащие. Священники участвуют в большинстве воинских торжеств. В принятии присяги, праздниках проводят встречи. Мы говорим о этой важной составляющей, о том, как жили, чем жили защитники нашего Отечества предыдущих поколений. И это и Великая Отечественная война, и война 1812 года, и многие другие трудные периоды жизни. И в жизни всегда есть место подвигу. Но как прийти к этому подвигу и в мирное время? Очень важным является формирование нравственной мотивации к воинской службе. В современное время очень часто приходится слышать, что многие молодые люди не рассматривают для себя возможность служить в рядах вооруженных сил. Знаете, я вспомню свои годы молодые, 80-е годы. Тогда считалось, что молодой человек, который не служит в армии, значит, есть какие-то проблемы со здоровьем этого человека. И поэтому это считалось совершенно нормальным – отслужить в армии, и далее человек выбирал свой жизненный путь. Сегодня для того, чтобы молодой человек осознал, необходимо служить, важно и участие священнослужителей, потому что ведь это традиция, христианская традиция защищать свою Родину. И в нынешнее время, когда существует много военно-политических угроз в мире, очень важно, чтобы каждый человек, гражданин нашей страны, понимал, что есть долг защищать Родину. Встреча духовенства и представителей силового блока – не первое и не последнее сотрудничество будет развиваться. Под угрозой оказался замок Вальдау XIII века. Под Калининградом тушат крупный пожар. Со склада пламя перекинулось на крышу старинного здания. Замок Тевтонского ордена является памятником культурного наследия. Его признали аварийным из-за кровли, которая могла обрушиться, и закрыли. Доступным для посещения оставался левый флигель с крыльевическим музеем. А в центре Нью-Йорка сгорела 15-метровая рождественская ель, украшенная к празднику. Пожар разгорелся у офиса телекомпании Fox News на Манхэттене. Огромное дерево в считанные минуты окутало пламя. Подул сильный ветер, и елка вспыхнула, как спичка. Спасатели не смогли спасти символы Рождества, но задержали поджигателя. Им оказался 49-летний бездомный, который сейчас пытается восстановить картину преступления.